Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров. Мы отправляемся на очередной обзор Вейконзи, супертурнир в разгаре, и сыгран уже третий тур. Результаты третьего тура перед вами. Интересные события были в разных партиях, и сегодня вот мы будем говорить об одной из самых, наверное, насыщенных партий, а именно о партии Фабиана Каруана и Акшиштоф Дуд. Победил Ферруджа, первую победу мы видим, одержал над испанцем Давидом Гехару. Нильс Гранделюс все-таки не удержался наверху и проиграл белыми в Пентале Харикришне. Но остальные поединки завершились ничью. Андрей Сипенком боролся, давил, но Максим Варшилограф хорошо одобился. Ну что же, приступаем к разбору этой феноменальной, я бы сказал, партии. И вперед! Итак, Каруана уже не в первый раз встречался с Яном Кшиштофом, и чаще всего Дуда именно играет русскую партию. Так что, отдал он нам дань уважения. Итак, вариант классический, самый что ни на есть конь-стрим. Вариант с разносторонними аркировками. Изначально он сулил очень много борьбы, ну и в принципе до сих пор это так. Но эту позицию, эта позиция хорошо была знакома и Каруане, и Дуде, потому как они уже эту позицию играли. Крона дважды пробовал играть эту позицию. Ну и в общем-то, что тут говорить? Здесь огромная теория, она начинается с хода ладей Е1, черный начинает играть слон Е6. И если вы, может быть, помните, одна из партий в матче Карлсон-Каруана продолжалась именно следующим образом. Каруан играл черными, и перешли в такой вот спокойный эншпиль. В итоге партия завершилась в ничью. Ну что же, такие вот эншпиля наверняка Каруане не просто были знакомы, но уже, можно сказать, набили оскомину в поисках новых каких-то идей. И Каруана в этой позиции придумал новинку, домашняя заготовка. Итак, ладей Ж1, ход более чем интересный, то есть угроза создается движение пешки Ж, вкратчевый такой ход, однако требующий от черных наверняка какого-то конкретного действия. Ну и Ян Кшиштоф не растерялся, но немножко подумал, потому что так еще никто не ходил. И, вероятнее всего, ход, безусловно, таит в себе определенный яд. И Ян сыграл Б5. Б5 очень разумный ход, то есть нужно играть на разных флангах. Как мы помним, при разносторонних рокировках необходимо атаковать как можно быстрее. И Ж4. Вот такой вот мини-триллер уже начался. Какой сюжет, таков и сценарий. Или наоборот, каков сценарий, таков и сюжет. Ну что же, Ж4. Вот пошла игра на разных флангах. И кто первый, здесь окажется сказать сложно. Но вообще, честно говоря, изначально смотрится немножко за белых оптимистично. Черные достаточно логично сыграли. Слон Б7, напали на коня Ф3. И Ферзь Е2. Здесь вот такая вот была идея у Круана. Круан играл очень быстро. Очевидно, что позицию он знал весьма неплохо. Ну, а Дуда как раз таки думал. Как бы Дуде не подумать. Ну и, в общем-то, поднимает здесь Дуда достаточно конкретный ход. Он играет С4. Ход неоднозначный. Почему? Потому что после движения пешки С ослабляется поле Д4 очень серьёзно. И через это поле белые фигуры могут определённые виды на атаку. И, в общем-то, расположиться там они могут очень замечательно. Но этот плацдарм, который появился после хода С4, как раз таки белые забегая вперёд и использовали. Однако, что можно было предложить взамен? Ну, взамен можно было сделать какие-то ходы типа А6, либо ладья Б8 вкратчивая. То есть, не определяя структуру. То есть, пешки оставить пока в таком положении. Ну и, чтобы они были более, наверное, гибкими. Ферз в этих позициях часто попадает на А5. И в этом плане, к примеру, ладья Б8 смотрится весьма разумно. Потому что после хода ферза А5 у чёрных появляются идеи, связанные с движениями С4 и Б4. Ну, в общем-то, позиция критическая, можно сказать. И вот ход 1-й С4, который на вид тоже весьма разумный. Белые играют слону Ф5 и хладнокровная ладья Е8. Но Карвана и эту позицию хорошо знал. Продолжил он играть очень быстро. И сыграл конь Д4. Основная идея в том, что после хода Ж6, кажется, что слон на Ф5 в западне, белые на самом деле могут продолжать хладнокровно брать на Б5. И идея в том, что брать на Ф5 крайне опасно. Потому что после взятия король А8, белый ставит слона на Д4. И это страшная связка. От неё избавиться практически невозможно. Нет просто ходов. То есть, чёрные здесь погибают мгновенно. Поэтому слон здесь неприкосновенен. А в этом это говорит о том, что чёрные, наверное, должны как-то ещё аккуратно здесь играть. Находить какие-то ходы. Поэтому, конечно, Ж6 не входило в планы польского гроссмистера. И Ян сыграл конь Д5. Самый напрашивающийся ход. Более того, чёрные идут за слоном. И во время трансляции я тоже смотрел на позицию белых. И не очень понимал, над чём основывается вся их идея. Но тут неожиданно гром среди ясного неба. Последний ход к Уни, Е6. Блестящая идея от Круана. Очевидно, что это была домашняя всё-таки подготовка. И такие трюки, конечно, за доской. Так просто, как сказать, не исполнишь. Ну, конкретно сейчас брать на Е6 нельзя. Потому что белые в этом случае просто-напросто отыгрывают материалы. И имеют лишнюю пешку, выигранную позицию. Но чёрные играют ферзь А5. Нападают на пешку А2. И вот здесь момент истины. Начинается настоящее какое-то пиршество. Из возможных ударов. И удивительным образом белые фигуры навесли над королём чёрных, над чёрным монархом. И готовы наносить удары. Ударов здесь масса. И вот я предлагаю начать посмотреть, какие здесь есть варианты у белых. Первый вариант, который был в партии. Так сыграл Круана. Он сыграл ферзь Ф3. Ход очень интересный. Параллельно этому ходу был крайне интересный ход ладья бьет Д5. Идея его в том, что после слона бьет Д5, белые наносят удары на Ж7. Вот такая вот загогулина, понимаешь ли. Итак, конь нападает на ладью. А в случае хода король Ж7 следует тихий ход Ж5. И ферзь готов подключаться через Х5 к пешке Х7. Найти здесь защиту за чёрных крайне непросто. Единственный ход практически ладья Ж8. И то это предлагает компьютерный нелюдь. Здесь белые могут продолжить красиво играть слона Ж7. И без улыбки на эту позицию не взглянешь. У чёрных лишняя ладья. Слон ещё у белых под боем. Однако непонятно, как защищаться. Главное, непонятно ещё от чего защищаться. На самом деле угрожает следующее. То есть угрожает шаг на Д4. Ну допустим, чёрные начинают какое-то движение. Белые могут дать шаг на Д4. Брать, конечно, нигде нельзя из-за матов. А на королев 8 клонокровное на Ж8 взять. И последующий уже угрожает ход Ж6. Крайним случаем. Не говоря уже о Ж6 сразу. Кто знает. Может быть и так тоже можно. Но, в общем, колоссальная идея. То есть можно было сыграть именно так. Конечно, на конь Ж7. Король Ж7. Король Ж7 бы чёрные не сыграли. Они бы съели на А2. И позиция после хода конь Е8. Была бы совершенно непонятна. Допустим, такое вот движение. Конь пришёл бы на С7. Ну и чтобы сохранить материал, чёрные должны здесь играть уже аккуратно. Может быть какой-то ход типа ферреса Ш1. И после взятия-взятия неожиданно поровну пешек. И может быть партия завершится в ничью. Но это первый вариант, который был возможен. Также была интересная идея, связанная с ходом ладья. Д1. Хладнокровный совершенно. Ход потрясающий. И после хода король Ж7 просто поиграть в такую вот позицию на инициативу. То есть белые при случае хотят опять-таки ворваться в район поля H5. Позиция сложная. Сказать что-то здесь я не ручаюсь. Но тем не менее, вы можете сами поанализировать и понять, что играть за обе стороны весьма непросто. И такая альтернатива у белых была. То есть это первая альтернатива. Взять на Д5. Но ферзь Ф3, ход который осуществил Круана, ход весьма тоже мощный. Идея его в том, что после ФЕ, естественно, все плохо. Но белый ферзь подтягивается к атаке. То есть белый сейчас готов как ладья Д5, так и слон бьет H7 уже наносить удары. В общем-то, сгущаются тучи еще больше над черным королем. И Дуда играет слона в 6. Ну, кроме хода слона в 6, были еще удары. Скажем, конь бьет С3. В этом случае белые хладнокровно забирали бы на Б7. И после, скажем, конь А2, король Б1, ФЕ. Возникала еще одна потрясающая позиция, которая должна войти в книжки. Здесь белые выигрывают мощным ходом слон бьет H7. То есть не слон бьет Е6, обратите внимание, а слон бьет H7. Слон H7. И после хода короля H7 белый ферзь возвращается на Е4. И ладья готова подключаться к атаке через поле Ж3. То есть на любой отход короля, скажем, король H8, белый продолжает атаковать ходом ладья Ж3. Фантастическая позиция. И белый здесь добирается до короля наверняка. Здесь ход слон Д4. И позиция крайне занимательная. Конь пока в ауте. Но многочисленные угрозы, в частности просто взятие на Ф6, эта позиция приносит определенный колорит. Итак, ну вот такой был мотив у белых в случае хода конь бьет С3. И Дудо также мог отступить слоном на H4. В этом случае белый бы наносили удар на H7. И забирали бы на F7. И здесь похоже, что все тоже было плохо. Ладья бьет Е6. И промежуточный, по-моему, шаг я смотрел. Да, и здесь трудности у черных колоссальные. Но помимо всего прочего, можно съесть и на Е6. Тоже позиция совершенно сложная. Так. Так не последовало. Последовал ход слона F6. Слона F6. То есть, черные наметили тоже контрудар на поле С3. И каруана делает мощнейший ход G5. Опять-таки выбивает этого слона с поля F6. Выталкивает его максимальным образом. И следует слон бьет С3. И, в принципе, вся партия проведена на самом высоком уровне. Чем она показательна, чем она приятна. Тем, что действительно качество с обеих сторон было очень высоким. Итак, слон H7. Ход практически обязательный. Иначе белым непонятно, что предложить. Король H7. И продолжение банкета ходом G6. Бить обязан иначе. Бат в два хода соответственно. И после всего этого последовал ход Kg5. Был также еще ход слон D4. Но каруан играет максимально жестко. Kg5, Kh8 и слон D4. Посмотрите, какой прекрасный ход. Да, но я хотел еще один вам пример показать. В случае ухода слона H4 я совсем забыл, что здесь очень красивая комбинация. Здесь не слон H7. Потому как в этом случае действительно черные ставить не так просто. Не так все просто. А конь биджеси и на король биджеси следует еще один мощнейший ход слон H6. Вот такой трюк, который заслужит самых высоких, наверное, оценок. Именно за это мы и любим шахматы. Что порой вот такие вот. Непонятно пока до сих пор что происходит. А происходит в следующем. Я напал на короля. И черным приходится брать на H6. Ну, как приходится в случае, если они бьют на H6, следует ход G5. И теперь, если слон бьет G5, белый продолжает феерить. Ладья бьет G5. Грозит мат на H5. Король бьет G5. И тихий и очень приятный ход слона Е4 с угрозой ладья G1. Это очень тонко, очень красиво. И белые ставят здесь мат. Как бы черные сейчас не играли, они проигрывают партию. Такой занимательный король. Две фигуры всего атакуют, по сути дела. Но белые очень красивые комбинации. Да, ну а в случае хода короля G7, белый ферзь проникал бы в сравнение поля H5. И добирался бы до короля черных. Очень красивая комбинация. Также можно отметить, в случае хода король G8, белый бы продолжали феерить. Ходом слон бьет H7. Ну и опять-таки комбинации схожи с предыдущими. Весь материал отдается. И в конце концов белый ставит мат. Очень симпатичный. Ну а взятие, а если уход короля на H8, то белые здесь спокойно в позиционной манере продолжают G5. Замариновав двух слонов на H7 и на H6, очень занимательно. Но самое интересное, нет ходов. Грозит ладебет D5 и постановка мата на G7. Черные единственным ходом играют ферзь C7. И здесь белые могут продолжить еще и G6. То есть, занимательнейшая позиция. И, как говорится, попробуйте понять, что происходит. Да. Значит, поэтому вот такая вот комбина была бы на ход слон H4. Потрясающая. И в связи с этим как раз-таки сыграл как раз-таки Дуда слон H6. G5 слон C3. И вот, как я уже сказал, последовала такая вот форсированная игра. Слон D4. Вторая критическая позиция, которая... Заслуживает самым серьезным вниманием. Обязан брать на D4. Ладья D4. И белые грозят уже постановкой мата. Черные играют конь F6. Им нужно откупаться. Строго единственные ходы. Можно отметить, что Дуда здесь тоже играл очень точно. Первыми лучшими ходами. По мнению программ. И пошел вот совершенно спокойно на эту позицию. Конь Е6. Ладья Е6. Ферзь Е6. То есть, партия носит форсированный характер. Вот это вся эта позиция. Ферзь бьет А2. Ну и здесь вот можно отметить, что у белых была идея взятия на G6. Но я, честно говоря, до сих пор так и не понял. Как белые продолжали бы. Как бы они добивались успеха. Потому что после взятия, взятия на B2. Черный ферзь достаточно активен. То есть, готов вырваться на D4. Ну и скажем, после ладья G3, ферзь D4, король Е2. Может быть, стоит рассмотреть этот эншпиль. Черным, возможно, приходится менять ферзей. А может быть, у них есть ход G5. Кто знает. Но так или иначе, такой вариант для белых был. И он сулил определенные хлопоты для черных. Это совершенно точно. Но Каруана решил по-другому. И решил пару шахов дать. И в итоге перешел такой вот эншпиль. Эншпиль, на самом деле, далеко не простой. И на многих сайтах я прочитал, что белые форсированно перешли выигранный эншпиль. Однако, я совершенно точно могу сказать, что у черных здесь очень хорошие шансы на хорошую контр-игру. Но, опять-таки, и то, что у белых выигранная позиция, я бы так категорично не сказал. Пешки все-таки разбиты все. У черных большинство в центре. И, в общем-то, есть конь. Мы знаем, что конь это серьезно. И так, ну вот последовало практически форсирован вот такой вот переход. Король пришел на Е3. Да, белым, конечно, для счастья нужно каким-то образом сыграть А4 и выиграть пешку на Б5. Тогда действительно будут большие проблемы у черных. Но пока Дуда защищался самым лучшим образом. И так, конь перешел на Е7, чтобы держать слабый Ж6, освобождая таким образом движение короля. Ну и здесь у белых был ход А4, действительно, который заслуживал серьезного внимания. И после хода короля Е6, скажем, АБ, АБ, ладья, Б1, белые определенного успеха достигали. Но, опять-таки, до конца надо досматривать. Потому что после взятия-взятия Д5, несмотря на то, что лишнее качество у белых, в общем-то, стоит определенный так называемый забор. И мне кажется, что все шансы у черных здесь на спасение есть. То есть, объективно здесь, конечно, позиция должна быть проблемной для черных. Но, тем не менее, шансы сделать ничью, я полагаю, приблизительно такие же, как и белым выиграть, образно говоря. 50 на 50. Ну окей, так не случилось. А4 не было. Последовал ход ладей Е1. И якобы этот ход, судя по комментариям других специалистов, выпустил как раз-таки шансы на победу. И черный очень вовремя переводит короля на Д7. И теперь пешку на Б5 уже не отыграть, не выиграть точнее. Попытался здесь Каруана поставить какие-то цукцванги для Дуды. Но Дуда здесь играл очень точно. Он здесь, в общем-то, отдал на Ж6. Но привязался к пешке С3 очень вовремя. И такими активными действиями создал ситуацию, при которой уже Каруана понял, что ему нужно, в общем-то, форсировать ничью. И партия завершилась таким вот образом. Блестящая партия. Очень сильная начинка. Эншпиль вы можете посмотреть самостоятельно. Я дал интересные мотивы с жертвами фигур на королевском фланге. Ну и надо отметить блестящий грудь Дуды. Потому что защищался он отлично. Находил ресурсы. И надо дать должное также и Каруане, который поднял такую новинку, показал и продемонстрировал основные идеи. Был близок, может быть, даже к победе. Кто знает, выиграл бы одну партию, это была бы совершенно гениальная партия, достижение. Но так или иначе, Дуды в хорошей форме, несмотря на то, что у него не так много очков. Ну а Каруана идет дальше, будет опять-таки биться. Итак, я показываю вам, уважаемые друзья, результаты после третьего тура. Таблицу. И вот следующая ситуация. Пентала, Харе Кришна, два очка. Как и Магнус, Аниш и Фабиано вместе с Гранделиусом. То есть имеют по плюс одному. Большая группа идет в полтиннике. Среди них наш Андрей Есипенко. Ну а замыкает пока Александр Донченко таблицу. У него пока пол очка, набрал первую пол очка. Ну вот, ждем, как говорится, как Дуда заиграет. Будем ждать от Дуда информации, скажем так. Ну и, конечно, не может не радовать победа Феруджи. Будет крайне интересно событие развиваться. Как Феруджи будет играть с Каруаной. Как он будет играть с Гирин. Ну а впереди, конечно, все самое интересное и самое главное. Ну что же, уважаемые друзья. Надеюсь, было интересно. Желаю вам хорошего дня. Следите за ческом.ру. Поддержите нашу команду. Ну и мы будем рады вас снова увидеть на трансляции. До новых встреч. Пока.